О методах борьбы с коррупцией говорили сегодня в Сочи. Круглый стол собрал представителей органов власти, крупных предприятий и экспертов. В Сочи впервые прошло заседание Международной Черкесской ассоциации. Участники обсуждали и благоустройство аулов, и борьбу с терроризмом. В Сочи задержаны распространители наркотиков. У них изъят 85 свертков с синтетическим дурманом. Сочинка Анастасия Шамонова победила на первенстве мира по боксу среди юниоров. Сегодня ее поздравил глава города. В Краснодарском крае готовятся к важной исторической дате. В следующем году исполнится 75 лет со дня освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на то, что юбилей отметят 9 октября 2018-го, уже через неделю стартует эстафета памятных мероприятий. Начнется она в Туапсинском районе. Детали празднования обсудили на совещании Организационного комитета «Победа». Победа провел встречу губернатор Вениамин Кондратьев. Мы должны не просто отпраздновать эту дату. Мы отчасти должны где-то ее прожить. Но вместе с молодежью, самое главное, с молодежью прожить и прочувствовать. Вот эта молодежь должна настоящую радость за это событие. Не просто прийти и помахать флажками. Настолько мы должны вложиться в их души на самом деле и вложить эту радость. И величие этого события, что они должны вот так же нести всю свою жизнь и передавать уже своим детям и внукам. Глава региона поручил проверить состояние всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне. А также призвал помогать ветеранам не только в канун празднования Дня Победы. Гордость России. В Краснодаре отметили День Героев Отечества. Памятную дату установили 10 лет назад. В Краевой столице в честь праздника на мемориальной арке в сквере имени Жукова выстекли фамилии кубанцев, героев России. Это 15 человек. Многие из них пришли на торжественное мероприятие. С праздником всех, кто отстаивал интересы Родины, поздравили губернатор Край Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. День Героя Отечества – особый праздник. И вот насколько он будет особым для каждого жителя края, зависит от нас. Формальным он будет или по-настоящему Днем Героя. 500 фамилий находятся на этих мраморных досках. И неважно, в какое время они совершили свой подвиг во имя Отечества, во время Великой Отечественной войны, в мирное время восстанавливая нашу страну после руин, или сегодня в локальных войнах защищали интересы нашей страны, просто выполняли свою работу на пределе возможностей, и не думая, что за гранью – смерть или удастся выжить. И сегодня молодежь должна знать их в лицо, знать их фамилии. Это наши земляки. Они ходили по этим же улицам, в наших городах и станицах. И мальчишки, девчонки с особым чувством гордости должны проходить по тем же местам, где они проходили. И тогда никто уже не заставит их переписать нашу историю, отказаться от корней, отказаться от нашей идеологии. Кубань чтит память своих героев. Их имена запечатлены не только в мраморе и граниты. Главный хромитель подвига – это память людей. Многие из тех, чьи имена высекли на мраморных плитах, получили за проявленное мужество золотую звезду. Но сами они свои поступки подвигом не считают. Мы выполняли приказ, боевой приказ. И в определенный момент, в определенном месте просто получилось, что ты проявил все, что тебя учили. Твои учителя, твои родители, твоя Родина в конце концов. Мне приятно, что мой внук прочитает это. Приедет и маленький прочитает, и дальше будет передавать это. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу в честь всех героев России. Торжественные мероприятия ко Дню Героев Отечества прошли и в Сочи. В 59-м лице ежегодно в этот день проводят уроки мужества. Приглашают ветеранов боевых действий, вспоминают ушедших героев и чтят ныне живущих. Мы должны чтить этот праздник. Мы должны всегда помнить о наших прадедах и дедах. Помнить, что если бы не они, мы бы не смогли выстроить наше прекрасное будущее. В этот день мы отдаем дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, которые проявили героизм и мужество, защищая нашу Родину. В этот день мы вспоминаем их имена, возлагаем цветы. И самое главное, возрождаем память о них с тем, чтобы наши дети и внуки знали имена героев. День Героев на Аллее Славы собрал немало гостей. Многие уже очень давно связали свою жизнь с вооруженными силами, со службой в российской армии. Уже где-то лет 10 мы отмечаем День Героя. Не считая в том, что человек был на войне, звезду героя имеет, не имеет. Он за правду воевал, он отдал за Родину жизнь. Это считаю я героем. В Сочи во время шторма чуть не утонул мужчина. Как пишет блокнот Краснодара, инцидент произошел 10 декабря. Со слов очевидцев, мужчина оказался в море во время шторма и едва не утонул. На помощь ему подоспели трое парней, которые смогли спасти горе отдыхающего. Свидетели происшествия сообщают, что вытащенный из воды мужчина был пьян. В ночь с понедельника на вторник с 10 вечера до 6 утра будет проводиться аварийный ремонт водовода на улице Пятигорская. В связи с этим до 6 утра по ней будет перекрыто движение транспорта. Объезд по улицам Земнухова, Молодогвардейская, Лизы Чайкиной. В это же время будут ремонтировать водовод на улице Абрикосовая. Поэтому без воды до 6 утра вторника останутся абоненты на улицах Абрикосовая, Макаренко, Олимпийская, Ботаническая и Голенева. И к другим новостям. В Сочи задержаны распространители наркотиков. У них изъято 85 свертков с синтетическим дурманом. Внимание сотрудников полиции привлек автомобиль, припаркованный на обочине, возле которого находились двое мужчин. В ходе разговора они вели себя нервно. Правоохранителями было принято решение о досмотре автомобиля. В итоге в салоне обнаружено 85 свертков с порошкообразным веществом, весы изолента и две упаковки пакетиков с клапан с застежкой. Экспертиза установила, что содержимое свертков является синтетическим наркотиком массой более 38 граммов. Как пояснили мужчины, 29-летние жители края, они прибыли в Сочи с целью сбыта зелья. Также известно, что мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, имели богатое криминальное прошлое. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность предусмотрена до 20 лет лишения свободы. О методах борьбы с коррупцией говорили сегодня в Сочи. В городе прошел круглый стол с участием органов власти, крупных предприятий курорта, заинтересованных экспертов, участвующих в предупреждении и противодействии коррупции. Круглый стол прошел в торгово-промышленной палате курорта. Его провели в рамках Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к ежегодно отмечаемому 9 декабря Международному дню борьбы с коррупцией. Сегодня на площадке торгово-промышленной палаты города Сочи присутствуют и предприниматели, и представители естественных монополий, таких как Водоканал, Энергосбыт и многих других компаний, которые являются активными участниками бизнес-рынка. Участники мероприятия присоединились к видеоконференции, которая прошла в Москве. В ее ходе подвели итоги опроса нескольких тысяч предпринимателей по всей стране в рамках проекта «Бизнес-барометр коррупции». Было отмечено, что крайне важно создать понятные и честные правила для ведения бизнеса. Одна из мер – сокращение количества бумаг, разрешений, подаваемых не в электронном виде. Предприниматель у нас является объектом и субъектом в этой борьбе, потому что зачастую коррупционные составляющие, коррупционные действия, они происходят между представителями власти или иными представителями и предпринимателями. В связи с тем, что возникает какой-то определенный конфликт интересов и личная заинтересованность. По итогам работы круглого стола и участия в видеоконференции предприниматели получат соответствующие сертификаты. Основные причины этого явления отмечают в ТПП России – противоречивое законодательство, отсутствие правовой культуры, а также особенности менталитета. В Сочи впервые прошло заседание Международной черкесской ассоциации. Его участники обсуждали разные темы – от благоустройства аулов до борьбы с терроризмом. А под занавес встречи на сцене Центра национальных культур Лазаревского района прошел праздничный концерт. Заседание Международной черкесской ассоциации совпало с двумя крупными культурными событиями. 45 лет отметил ансамбль народного танца при черноморских адыгов-шапсугах в Шапсуге, и четверть века исполнилось Центру адыгской культуры. Место для проведения выбрано было нами не случайно. Мы знаем о той огромной работе, которая проводится в крае, как четко организовано в этом многонациональном регионе, и какой богатейший опыт накоплен и властными структурами, и как живут дружно в этом прекрасном краю. Отдельная тема повестки дня – культурное и научное просвещение. Ассоциация уже давно занимается внедрением и популяризацией адыгского языка. Создаются единые методические пособия для школьников. Собравшиеся уделили особое внимание и развитию отдаленных аулов, а также взаимодействию с муниципальными и краевыми властями. Было отмечено, что в последние годы идет серьезная работа по улучшению инфраструктуры в отдаленных поселениях. Халид Ушхо – коренной убых, бывший глава Лыготхского сельского округа. Таких преобразований в аулах он еще не видел. За два месяца почти вот эти два аула, наш аул Хаджико и Лыготх, они полностью все улицы заасфальтированы. Такого я за 69 лет не припомню. Но есть и не до конца решенные проблемы, например, с газификацией отдаленных сел. Мэр курорта пообещал, что скоро голубое топливо начнет поступать во все дома жителей горных аулов. Хочу сказать, что еще 6-7 лет назад у нас вообще по большому Сочи была газификация 52%, а сегодня до 90%. Мы сегодня занимаемся проектированием и думаем, что до 2020 года, наверное, и этот вопрос будет с мертвой точки сдвинут. Не обошли стороной одной из главных политических тем – борьбу с терроризмом. Представитель Сирии, вице-президент Международной Черкесской Ассоциации отметил большой вклад России в урегулировании политической обстановки в его стране и на Ближнем Востоке в целом. Мы гордимся, что сейчас я проживаю постоянно, имею гражданство тоже российское, что Россия вот так помогла нам и до сих пор оказывает помощь для сведения, вернуть мирной жизни всей стороны в Сирию. План работы Международной Черкесской Ассоциации на 2018 год уже определен. Собравшийся документ утвердили. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Театральные недели в 15-й гимназии. В общеобразовательном учреждении открылся фестиваль. В нем принимают участие школьники с 1 по 11 классы. Всего 1300 человек. Какие произведения вдохновили учеников на театральные постановки и почему они заканчиваются на самом интересном месте, узнаем из следующего сюжета. Финальную репетицию перед выходом на сцену семилетний Николай Плеханов проводит в библиотеке. Мальчик – любитель почитать на досуге. Сейчас он увлечен мифами Древней Греции. Ну а любимый персонаж – Геракл. Из русских сказок Иван – крестьянский сын. Николай читал отрывок из этого фольклорного произведения на фестивале «Хрустальный петушок» и одержал победу. Сегодня он бороться за призы не будет. Мальчик выступает вне конкурса. Спасибо, друзья! Без вас бы я не справился! Конкурсанты – ученики 15-й гимназии. Спектакли они ставили на основе произведений отечественных и зарубежных классиков литературы из списка Путина. Пять лет назад президент предложил сформировать перечень из ста книг, обязательных к прочтению. Каждый класс выбирает произведение, которое он ставит из этого списка. И прерывает его на самом интересном месте. А после этого говорится, если вы хотите узнать, чем закончилась данная история, читайте соответствующую книгу. Вот такая замечательная традиция развлась у нас в прошлом году. Театральный фестиваль проходит в рамках реализации проекта правящей партии «Россия важен каждый ребенок». Поддерживают конкурс одаренных детей на местном уровне. Лига женщин «Мост добра» взяла под свое крыло инициативу 15-й гимназии. Сейчас вот эти все гаджеты, они захватили наших детей. И, конечно, уже детки столько не читают, как читали мы раньше. Как нам было это все интересно. И для нас книга была основным. Не знаю, я до сих пор только книги читаю. Они электронные, они какие? Вот именно книги. И мне очень приятно, что в этой школе так активно к этому подходят. В театральную атмосферу гимназия погрузится на две недели после подведения итогов. Для победителей познавательные экскурсии по ключевым достопримечательностям Сочи. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочинка Анастасия Шамонова стала победительницей первенства мира по боксу среди юниоров. Такое достижение – первое в истории женского бокса не только в городе, но и в Краснодарском крае. С победой сегодня спортсменку поздравил глава города Анатолий Пахомов. Здесь же подвели итоги года Федерации бокса Сочи. Для третьей спортшколы и Федерации бокса рассказали на встрече с главой города представители спортивных организаций год оказался насыщенным и результативным. В целом, отметил и Анатолий Пахомов, спортивных достижений в копилке сочинских юных спортсменов становится все больше. Любое выступление, да, и тем более, если становятся еще призерами, это дополнительно, во-первых, реклама городу, что немаловажно. К тому же есть уже успехи не только в боксе, слава Богу, в других видах спорта. Но самое главное, конечно, это то, что он же 70% детей школьного возраста, у нас дополнительно, кроме занятий в школах, заняты физкультурой и спортом. Настя в спорте больше восьми лет. Позади золото чемпионатов России, первенств Европы и главное достижение спортсменки – победа на чемпионате мира по боксу среди юниоров. Девушке присвоено звание мастера спорта международного класса. Держала Настя четыре боя. Соперники, признается, на мировом первенстве серьезные. Первый бой я провела с американкой, второй с казашкой, третий с полячкой и четвертый с англичанкой. Второй бой я закончила досрочно, остальные по баллам. Все, я держала победу. Впереди у Анастасии подготовка к юниорской олимпиаде, которая пройдет в октябре в Аргентине и спортсменка уже получила путевку на эти соревнования. К слову, сегодня открылся очередной спортивный зал для тренировок по боевым видам спорта для юных спортсменов в Адлерском районе. Сегодня на территории города Сочи мы можем заявить, что функционирует более 30 спортивных залов, которые тренируют наших детей по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу. Тренера готовят высшие категории, которые проходят ежегодную подготовку к квалификации. Рассматриваются вопросы о возможности строительства в районе Донской спортивного комплекса для проведения внутригородских и всероссийских турниров по боевым видам спорта. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Посол Сирии в России Риад Хаддад встретился со студентами Сочинского государственного университета опорного вуза Краснодарского края. На встрече он рассказал о настоящем и будущем Сирийской Арабской Республике, о российско-сирийских отношениях, взаимоотношениях со странами Запада и многие другие актуальные темы. Сочинский госуниверситет много лет развивает международные связи. В этот раз люди встречали посла Сирии в России. Он приехал для участия в межконфессиональном футбольном матче «Дружба народов». Игра прошла при поддержке СГУ. В преддверии чемпионата мира по футболу такие мероприятия принято проводить на всех территориях, которые принимают такие грандиозные спортивные события. И господин посол приехал на мероприятие на завтрашний день для того, чтобы тоже выразить свою свою солидарность. А накануне встречи со звездами советского футбола прошла встреча с сочинскими студентами, которые узнали из первых уст о том, как живут сейчас сирийцы. «Когда мы достигли высокого уровня в дипломатических, политических и военных отношениях между двумя странами, мы начинаем также выводить наши экономические и культурные отношения на другой уровень». Посол Сирии сообщил, что в Дамасском университете открыта кафедра русского языка. Более того, сирийские школьники начали изучать его как второй язык. Таково было решение президента Сирии. А в Сочи уже учатся студенты из Дамаска. «Я раньше ничего не был русским языком, и сейчас учу в русском многословий, и грамматика трудно была. И учу сейчас в группах в университете. Я недавно в Сочи, назад 4 месяца». В рамках мероприятия сочинские государственные университеты и благотворительный фонд помощи детям, пострадавшим от военных действий «Хаят» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместно реализовывать проекты по духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также развивать социальное предпринимательство на территории Краснодарского края. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Премия «Время инноваций-2017» подвела итоги в Сочи. Церемония награждения лауреатов «Седьмой» ежегодной независимой награды, вручаемой за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах, состоялась в Красной Поляне. Более 50 организаций признаны победителями в этом году. Организатор премии «Время инноваций» – фонд социальных проекта и программы. В состав экспертного совета премии входят признанные специалисты в области науки, инновации, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти. Новаторов специалистов в этом году выделили как в области промышленности и транспорта, так и в сфере инжиниринга и проектирования. Два дня гости принимали участие в деловой программе. На конференции инноваций к качественному экономическому росту были представлены лучшие бизнес-практики, в том числе по внедрению новых технологий в бизнесе и выводу на рынок новых продуктов. Завершением мероприятия стал «Галоужин» по случаю награждения лауреатов премии. В их числе компания «Эйсус», которая в этом году получила более 4 тысяч премий во всем мире. Чем особо вот эта премия нам приятна и чем она для нас выделяется, потому что инновация – это один из коньков именно нашей компании, к которой мы очень сильно обращаем внимание на инновации и пытаемся быть первыми в компьютерной индустрии. А сейчас вышел на рынок телефонов, он достаточно часто и всегда, можно даже сказать, инновационно выстреливает. Премию «Время инновации-2017» получила и компания «Пикпоинт», это сеть автоматизированных пунктов выдачи. Такая автоматизированная доставка товаров из интернет-магазинов через постаматы в России набирает обороты и действует в 520 городах и населенных пунктах страны, в том числе и в Сочи. Основная задача выхода на рынок была сократить стоимость затрат для конечного покупателя и тем самым способствовать развитию рынка логистики и электронной коммерции в России. Мы, в общем-то, составляем сейчас высокую конкуренцию на рынке именно логистики таким крупнейшим компаниям, как «Почта России» и курьерские компании. Инновационной в этом году стала сеть магазинов игрушек «Той.ру». Их по стране 157. Также в этом году «Той.ру» получила премию как лучший интернет-магазин России. Мы используем инновационную бизнес-модель, у нас омниканальная сеть продаж, то есть выбрав в нашем интернет-магазине игрушку, вы можете по такой же цене получить ее в ближайшем для вас магазине, соответственно, вы экономите на доставке. В этом году мы запустили интернет-канал «Той.ру.тв». Персонаж Той.руша является проводником для детей в мир игрушек. Премию «Время инноваций» в Сочи вручили представителям компании «НОБА». Норвежский бренд производит электрические конвекторы. Данная система управления позволяет экономить энергию и на платежах, на коммунальных платежах можно сэкономить до 25%. Компания «НОБА» произвела первый в мире электрический конвектор. И система управления «НОБА» и «МДЖ Контрол» позволяет управлять системой конвекторов, а также других электрических приборов, которые находятся у вас дома. У остальных российских компаний есть целый год, чтобы стать новатором в своей сфере и заявить о себе на ежегодной церемонии вручения независимой премии «Время инноваций». Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Одежда, обувь и аксессуары. Магазин «Эдисанс» приглашает соученцев и гостей курорта за удачными покупками. В продаже товары для всей семьи и, главное, по очень низким ценам. Расскажет только десятого. Одежда и обувь на все сезоны, сумки, чемоданы, аксессуары, полотенца, постельное белье и еще сотни товаров. Все это можно найти в магазине «Эдисанс». Площадь торговых залов – тысяча квадратных метров. Здесь одеться, как говорится, с ног до головы могут дети и взрослые, мужчины и женщины. Купить можно все – от простой футболки до строгого костюма и элегантного вечернего платья. Их здесь могут подобрать и юные принцессы. Широкий выбор весьма актуален в преддверии новогодних праздников и детских утренников. Преимущество в том, что здесь люди могут приобрести товары для всей семьи. То есть от самых маленьких, то есть детишек до года, до самых взрослых. То есть одеться, обуться всей семьей, приобрести необходимые аксессуары и по довольно приемлемым ценам. В магазине «Эдисанс» сбудется мечта тех, кто не любит тратить много времени на покупки. Ведь приобрести можно все и в одном месте. Свитера и платья, футболки, спортивные костюмы, брюки, джинсы, юбки любой длины и фасона. Есть как классические модели, так и супермодные. С наступлением холодов сочинцам и гостям курорта придется по душе богатый выбор удобных пуховиков и элегантных пальто. Ну а спрятаться от дождя помогут яркие зонты. Такие трости, например, сейчас на пике моды. Зонт складывается мокрой стороной вовнутрь. Очень практично. Одним словом, в магазине «Эдисанс» есть все для приятного шопинга. Магазин очень понравился. Много выбора интересного, который мне нравится, молодежный. Все интересно подобрала себе платье. Качество главное очень хорошее. Я довольна. Обувь заслуживает отдельного внимания. Здесь есть ботинки и туфли на любой сезон. Босоножки, сапоги, элегантные лодочки и ультрамодные кроссовки. Цена на модели от 300 рублей. Вообще в магазине «Эдисанс» супердемократичные цены. При этом качество товаров весьма высокое. Ну а штатная швея поможет тут же на месте подогнать понравившуюся вещь по длине и размеру. Магазин «Эдисанс» ждет своих покупателей на улице Конституции 26А. Работает без перерыва и выходных с 10 утра до 8 вечера. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Новогодние подарки из конфет российских фабрик сочинцы вот уже 19-й год приобретают в проверенном времени магазине на улице Северной 10. В преддверии праздника здесь стартовали акции и скидки. Содержание новогодних презентов покупатель определяет сам. В магазине более 200 видов свежайших конфет. Некоторые представлены эксклюзивно. К примеру, сладости казахского производства. Большой выбор конфет от Красного Октября, Родфронта, Богатыря, Славянки, Бабаевского. В ассортименте и упаковка, в том числе дизайнерская. Цена наборов от 50 рублей. Каждый 20-й подарок бесплатно, а при покупке более 200 наборов бесплатным будет каждый 15-й. Можно заказать доставку на дом. Курьером станет Дед Мороз. Магазин новогодних подарков из конфет российских фабрик работает без перерыва и выходных на улице Северная, 10, третий этаж. Телефон 264-70-62 или 8-918-300-92-40. Все новости уже на нашем сайте. Вкт.ком в студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok